Вот это состояние дом. Ну, видно, да, что здесь нет прикрепленный деснын. Здесь подготавливается, здесь не удаляли зуб, здесь просто подготавливается ложа. Вот я объясню, где что. Может, темновато немножко сниму. Здесь подготовили полнослойный лоскут, отслоили, все-таки скритировали до косин. Вот этот вот кусочек, к сожалению, вам не очень хорошо видно. Вот здесь разрез почти срединный, он гнебно особо не смещен, потому что ниже будет еще один, который будет... Вот этот вот разрез, видите, вот этот вот мостик, через который мы будем продевать потом все. Вот оттуда будет вытянут трансплантат расщепленный. То есть разрез получается даже ближе к стимулярующей части? А сколько там расстояния между миллиметром и... Миллиметра три. Три даже. Вам нужно, чтобы это было прочное, потому что вы его туда-сюда будете постоянно продевать, примерять, укорачивать, подшивать. Вам нужно, чтобы это не порвалось ни в коем случае. Вы, конечно, его можете шить, если оно разорвется, это не криминально. Но хотелось бы, конечно, ничего не порвать. А вот этот расщепленный лоскут в области неба, который будут выдергивать и укладывать туда на ножки. Ее перевернут, эту ножку, и подвернут вот под этот мостик, который был на предыдущем. Вот этот мостик, под который подвернут тот лоск, который расщепили, уложат сюда, зафиксируют опекально швами, которые будут выходить на слизистую и рестибулярную, и потом уже ушьют вот здесь вот все. Получается, в области третьего, второго, там будет бубристая поверхность, но она останется на нёме. А мы возьмём только соединительный тканый трансплант. Да, да, да. Там расщеплённый трансплант. Вот забор его. Это тоже одна из методик. В общем, достаточно удобно. Если у вас хороший ассистент, вы можете прошить просто начальный этап вот этого расщеплённого лоскута, чтобы он его натягивал, а вы, когда будете работать скальпелем, просто всегда имели в натяжении. Это вариант выбора, если у вас нету атравматичного пинцета. Вот то, что получилось. Это уложили уже туда, прификсировали его здесь к мостику, ещё вот здесь, вот у вас в боковых участках, а потом обратно вернут лоскут сам местный, который был здесь, да, и уже зафиксируют лоскут швами обычными узловыми, никаких тут чудес. По поводу вот этого шва на вожжах, я не знаю просто, нужно ли освещать этот вопрос. Это то, что получилось в конечном результате. Это ортопедическая коррекция. Бором? Вот. Если надо будет, я сегодня эту методику покажу на челюсти. Как на вожжах, а вообще на вожжах очень много в парадонтологии чего выполняется. В основном это и лоскуты на ножке, и лоскуты свободные. На двух вожжах вот есть даже тоннельная методика, которая тоже там при устранении рецессий, да, мы используем. Тоже малоинвазивная, с минимальным каким-то количеством швов и так далее. Тогда я сейчас объясню ротированный лоскут по Зукелли, то, что мы сегодня будем делать на пациенте. Этот метод профессор Зукелли придумал для устранения множественных рецессий разного класса одноэтапно при выполнении одним сразу лоскутом и одной операции. Без применения соединительно-тканных трансплантантов. Ну, в общем-то, техника не очень сложная выполнять. У меня получилось сразу, как только я ее попробовала. Да, вот я ее посмотрела, как ее делать, прочитала для себя. Пришла, нарисовала, нарисовала на пациенте, сделала и сразу. Ну, вот правда. Чем вы рисуете? Зон? Зонном. После анестезии. Единственное, у меня есть продонтологические кардуинорные в большом количестве, всякие разные. Вот я ими замеряю, а там смысл. Сейчас. В 2003 году Джоранин Зукелли предложил эту методику. Немножко ее потом еще модифицировал, но суть ее осталась. Модифицировал он ее только в том, что он сначала предложил сделать все-таки с вертикальными разрезами, а потом вообще без вертикальных разрезов. Но смысл разреза очень важный. Множественные рецессии, ну, например. Значит, здесь методика придумана для первого-второго класса. Иногда, если хороший биотип, то и третий можно сюда же тоже взять. Ну, можно что-нибудь туда положить. Я, мы вчера так местного немножко уголково там обсуждали. Я очень люблю твердую мозговую оболочку подкладывать, потому что очень хорошо утолущает биотип десны. Даже если у вас будет какая-то рецессия небольшая послеоперационная, она все равно произойдет с учетом биологической ширины, расчета, дегестенции костной ткани. Зато биотип будет плотный, и он будет надолго удерживать, в общем, свои позиции, да, не давать обнажаться корню и никак тревожить пациента никакими какими-то проблемами с чувствительностью по области поверхности. Отправлю себя, потому что то, что мы сейчас будем писать, важно, чтобы было... У вас есть вертикальная рецессия, то есть вертикальный размер, вот этот вот. Допустим, он здесь составляет 2,5 мм. Есть размер вот здесь, в области каждой рецессии есть свой размер. Этот отрезок, он для нас имеет сейчас принципиальное значение. Значит, во-первых, разрез будет выполняться от мезиодистальных точек, то есть вот так, с двух сторон, по направлению к центральному зубу, который мы оперируем. Мы оперируем множественные рецессии, но мы должны выбрать свой единственный центр, от которого мы отталкиваемся. А в данном случае мы к нему идем. Вот таким вот образом. Вот этот отрезок откладывается от существующего вершины межзубного сосочка. Вот этот отрезок. Добавляется 1 или 0,5 мм. 1 мм добавляется, если у вас большая зона, прикрепленная к деснею. 0,5 мм, если она маленькая. Я напишу это. Вот это расстояние откладывается вот здесь. И разрез производится вот такой. По десневому краю, полностью по пистончатости, в технике, фактически параллельно к корню, вы идете полнослойно. Всю рецессию проводите скальпелем. И вот здесь, вот в этой точке, вы делаете скос от рецессии вот сюда. И плавно-плавно переходите обратно к следующему зубу, к следующей рецессии. Вот здесь вы зрительно для себя отложили вот эту дистанцию плюс там полмиллиметра. И сделали вот такой вот скос. Это ваши будущие сосочки. То же самое. Вы выполняете теперь медиально. Можете начать медиально, потом дистально. Таким образом вы получили ротированный лоскут, который вы с двух сторон приблизили и как бы собрали в веер вот это все. Теперь вы начинаете его иммобилизацию. Этот лоскут сейчас расщеплен в зоне сосочков. Он называется сплит. Вот здесь у вас остались нетронутые эпителием покрытые сосочки. Вы их впоследствии деэпитализируете скальпелем. Отступая по еще одному зубу с каждой стороны, вы начинаете по фистончатому разрезу, по контуру десневого края, уводить, мобилизировать. Вот здесь нет вертикальной.